Добрый день, уважаемые зрители! Мы продолжаем форум «Социология здоровья», и наша секция будет называться «Цифровизация здоровья. Социология. Точка пересечения». Меня зовут Алена Щавлева, я руководитель программы «Знать и не бояться» благотворительного фонда Константина Хабенского и социальный психолог. Вместе со мной сегодня пять экспертов будут вести интересную дискуссию на данную, достаточно непростую, но крайне актуальную тему, и я озвучу некоторые из вопросов, которые мы сегодня в рамках данной секции обсудим. Мы поговорим о социологических аспектах внедрения искусственного интеллекта в медицине, мы разберем, какие существуют драйверы и барьеры цифровизации медицины. Также мы обсудим интересные кейсы, например, применение машинного обучения в борьбе с психиатрической стигмой, ну и другие вопросы. Все, кто нас смотрит в прямом эфире, вы можете писать вопросы в чат, мы постараемся на них ответить, но если на какие-то не успеем ответить, мы обязательно вернемся после завершения секции и в письменном формате данные ответы предоставим. На данном, наверное, мы завершим сводной частью, и я с удовольствием передам слово нашему первому докладчику, доктору медицинских наук, директору научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы, главному специалисту по лучевой и инструментальной диагностике Москвы и Центрального федерального округа Сергею Павловичу Морозову. Сергей Павлович, благодарим за возможность принять участие в секции, к тому же с таким интересным докладом очень ждем ваше сообщение, вам слово. Спасибо, Алена Викторовна. Дорогие коллеги, дорогие слушатели, всех приветствую на прекрасном форуме, который проходит сегодня, и, мне кажется, повестка абсолютно всеобъемлющая, крайне интересная, хочется все послушать, но всегда приходится что-то выбирать, и вот мне тоже в своей презентации надо что-то выбрать, потому что вы уже поставили очень высокую планку для старта, и мне как первому спикеру, наверное, надо попытаться вообще немножко рассказать о том, что происходит в цифровизации, и, может быть, какую-то заявить проблему, которую дальше мы, соответственно, все вместе будем разбирать, обменяемся мнениями о том, как, собственно, решаются проблемы. Я, наверное, начну с того, что за время пандемии мы преодолели несколько психологических барьеров, мы стали совершенно спокойно воспринимать проведение дистанционных совещаний, например, мы стали совершенно спокойно пользоваться дистанционным образованием, которое существовало и до этого, но в пандемию оно просто десятикратно выросло в объеме, в доступности, и те, кто раньше этим не пользовались, теперь этим пользуются. Мой маленький личный пример, как врач-рентгенолог несколько лет назад, я пришел на одну из кафедр на то, чтобы пройти переподготовку, Алексей Ремес прекрасно знает, как это делают патоморфологи, например, и на первом занятии мне сказали, а курс занимает месяц, мне сказали, что мы всегда прекрасно понимаем, что вы занятые люди, поэтому мы вам сегодня все отмечаем, что вы пришли, и увидимся через месяц, чтобы вы получили ваши сертификаты. Но если не сможете приехать через месяц, кого-нибудь пришлите, чтобы забрать. А сейчас я начал проходить такой же курс в дистанционном формате, и я его прохожу. Поэтому цифра – это не замена реальной жизни, это иногда реальная жизнь, потому что, к сожалению, реальная жизнь иногда настолько формализовалась, что она перешла из реальной жизни на бумагу, а не стала фактом. Поэтому цифра нас в каком-то смысле, наоборот, возвращает к реальности. Она делает прозрачным то, что было непрозрачным, она делает эффективным то, что было неэффективным. И те врачи-рентгенологи, например, которые сейчас используют, собственно, технологии искусственного интеллекта, и те, кто описывают исследования дистанционно уже официально, их нагрузка, их эффективность выросла уже в два раза. То есть они в два раза больше делают. Их работа прозрачна, их доход более прозрачен. Поэтому у цифры есть, конечно, огромное преимущество, связанное с тем, что это фактические данные, и это фактические результаты. Это уже не ради галочки, как на бумаге, которая, как говорят, стерпит все. И в этом смысле для меня, как для руководителя, конечно, я понимаю, что результат работы такого специалиста, он будет, с одной стороны, прозрачным, с другой стороны, я смогу платить действительно по результату, и я смогу гарантировать определенный уровень качества. Уверен, что у Алексея будет что-то подобное. Также отмечать про специалистов, с которыми работают. И в этом смысле цифровизация дает нам резкий прирост объема доступности. Мы можем сделать намного больше, чем мы могли сделать только в физическом и мощном мире, когда, например, в моем случае врач находился непосредственно рядом с тем местом, где находится пациент. Врачи оказались намного более эффективны. Искусственный интеллект в этом смысле, он дает еще небольшую добавочку. Он чуть-чуть добавляет для врачей процентов 10, по нашей оценке, еще эффективности. Не пропустить, обратить внимание, увидеть какую-то патологию. А вот с точки зрения людей все ровно наоборот. С точки зрения, мы проводили такие опросы, с точки зрения граждан, как раз наоборот, искусственный интеллект – это как индикатор определенной верхушки, вершины развития системы. Что если там еще и искусственный интеллект есть, значит, там, наверное, внизу настолько все выстроено, что у людей это вызывает дополнительную степень доверия. Вообще наши пациенты, наши граждане, они очень склонны доверять технологиям. Когда я говорю, что... Меня спрашивают, где лучше всего сделать МРТ, у меня болит спина. Я говорю, что, ну, надо сначала пойти к врачу. На что мне отвечают, не надо, к врачу я схожу. Скажи, где МРТ надо сделать, чтобы был сначала диагноз, а потом уже консультация врача. Люди доверяют технологиям. Не доверяют врачам, но доверяют технологиям. И пытаться это переломить бесполезно. Надо просто как бы это услышать, усвоить. И продвигая, создавая пиар-поддержку медицинской помощи, здравоохранения, просто учитывать этот фактор, его также закладывать, вот этот спектр ключевых преимуществ, например, в той или иной клинике. И поэтому люди ожидают увидеть эти технологии. Теперь я, наверное, немножко перейду к презентации. Сколько у меня времени осталось? Мы будем в нормальном режиме сегодня работать. Хорошо, но это не займет. 10 минут нормальных есть. Есть, конечно, и определенные ограничения. Дело в том, что сейчас появилось даже большое количество пациентов, которые, узнав о том, что их исследование будет проводиться на цифровом аппарате и попадет в общую систему, говорят, что не хочет, что пойдет в другую клинику. Я не хочу, чтобы мои данные где-то оказались в какой-то общей системе. Да, конечно, доступ через ЕСИ, определенные правила информационной безопасности, да, конечно, они там соблюдают, но все равно не хочу. Хочу, чтобы мои данные были скрыты. Это такая вот не антиваксеры, да, это такие скорее антицифровизаторы. Это нормально, это будет всегда, совершенно однозначно. Но судя по тому, что происходит в разных странах, и мы вот несколько лет назад еще обсуждали, например, практику китайскую, приложение WeChat со всем набором, такой швейцарский нож, да, который имеет полный функционал, но сейчас мы видим, что приложение госуслуги или приложение Сбера, оно уже таким, по сути, становится, да, и сейчас уже у человека, который пользуется, живет активной жизнью, уже ладно, там отключить соцсети можно, ничего, это психологическая травма, да, но это можно пережить. А вот отключить приложение Сбера или приложение госуслуг уже оказывается невозможным, да, потому что без этого уже очень много просто жизненных функций оказывается. Поэтому мы стали зависимы, люди пытаются от этого, с одной стороны, уходить, но, с другой стороны, без этого уже абсолютно невозможно. Поэтому наша задача, конечно, разобрать все ожидания, все потребности людей, пользователей, граждан, и параллельно выверить методически, абсолютно тщательно, научно-методически рассчитать, обосновать качество. Потому что в итоге это действительно должно быть качественно и безопасно. И когда по инициативе Анастасии Владимировны Раковой был, собственно, запущен московский эксперимент по искусственному интеллекту, она и сформулировала, что это должен быть научный эксперимент. И когда мы с ней обсуждали требования к сервисам, как раз она обратила внимание на то, что прежде всего эти сервисы не должны пропускать болезнь. То есть надо соблюсти правило, принцип «не навреди», «не пропустить патологию». А уж как они смогут классифицировать эту патологию, да, вот это другой вопрос, как бы на это еще посмотрим. Поэтому стартовал такой эксперимент с подготовкой объемов знаний, результатов интеллектуальной деятельности, методологии, московское правительство в предыдущие годы готовило инфраструктуру, радиологический информационный сервис. В результате в 2019 году подключили еще более тысячи аппаратов к единой информационной системе. И все это создало инфраструктуру, которая позволяет подключать технологии искусственного интеллекта от разных компаний. То есть государственная система ЕРИС, она одна, а поставщики решений – это более 20 компаний, которые единообразно подключаются. То есть такой хаб технологический, который заложен по международным стандартам, и это позволяет, соответственно, его масштабировать и наращивать, вот как такой даже не конструктор лего, да, а как скорее, может быть, паровоз и поезда, которые просто соединяются, можно подключать какие-то еще новые дополнительные модули. Это международное исследование, которое регламентировано по состоянию правительства Москвы, приказом Департамента здравоохранения, предполагает внедрение алгоритмов искусственного интеллекта уже 13 видов исследований. Это КТ-ковид, КТ-рак легкого, КТ-коронарного кальция, КТ-аневризма, аорты, остеопороз, маммография, флюорография, эмфизема легких, измерение легочного ствола, КТ-головного мозга. Вот это то, что анализируется уже разными алгоритмами на основе технологий искусственного интеллекта. Важно, что эти алгоритмы создаются, они не в оборудовании заложены, то есть, наоборот, открылся рынок для различных IT-компаний, производителей таких решений, которые могут что-то разработать и прийти подключиться в реальную информационную систему, но пройдя все, естественно, этапы подготовки информационной безопасности. 21 компания, 46 сервисов от разных компаний, уже почти, на самом деле, больше 3,5 миллионов исследований обработано, 100 медицинских организаций участвуют, и многие из этих сервисов уже получили регистрацию как медицинские изделия. Мы видим, как повысилась точность достоверно, стала выше точность по маммографии, по флюорографии. Но если говорить, какая сейчас точность, но обычно максимально, да, есть алгоритмы, которые дают и 0,9, и 95%, но в среднем это все-таки пока где-то уровень 0,8, 80%. Понятно, что это не замена врача, но это очень хорошая подсказка для врача, который обращает внимание на то, где есть патология. Вот мы провели несколько опросов. Провели большую работу с врачами-рентгенологами, несколько этапов. Здесь мы видим данные о том, о вовлеченности, то есть синий график показывает использование. Ну, есть сезонные колебания, но количество пользователей существенно выросло. Врачи сами, причем сейчас выбирают алгоритмы, которые они хотят, чтобы обрабатывали их исследования на потоке. То есть они раз в квартал заполняют анкету, выбирают, какие алгоритмы должны использовать. И появился уже магазин приложений, с которым можно выбрать разные алгоритмы от разных компаний, сравнить между собой, таким образом применять. Несколько опросов. Вот до начала работы, до подключения алгоритмов, какие были ожидания? 35% врачей опрошенных предполагали, что ничего не изменится. 33% – что время описания исследований сократится. 32% – что, наоборот, увеличится. После первых нескольких месяцев участия в эксперименте 60% – ничего не изменится. То есть на самом деле это хорошо, потому что, значит, им никак это не помешало. То есть подключили действительно огромное количество таких сервисов. Врачу хуже не стало, потому что были первые беспокойства, что появятся дополнительные картинки, дополнительные изображения. Наоборот, уберите все это лишнее, не мешайте мне работать. Но у врача были черно-белые картинки, а тут появились цветные картинки. То есть, значит, что-то появилось дополнительно. 20% – сократилось количество тех, которые говорили, что время описания исследований ускорится, но они остались, они видят в этом преимущество. И сократилось количество людей, которые считали, что будет хуже, будет больше помех. В этом смысле это очень хорошо. И решится ли проблема загрузки врача, ожидания и реальность, меньше стало тех, которые предполагали, что не решится проблема. И проблема загрузки врача, да. И второе – количество расхождений. Вот тут мы с вами видим, что как раз возникла, наоборот, увеличилась красная доля красная. То есть больше люди увидели, что все-таки алгоритмы ошибаются. Значит, они подумали, что все-таки могут возникать расхождения в диагнозах. То есть все равно нужен врач, который, естественно, ставит финальный диагноз. То есть невозможно делегировать эту функцию постановки диагноза врачу. Но применять можно, нужны. При этом даже мы увидели увеличение количества врачей, которые стали опасаться за свою профессию в будущем. Но мне кажется, это связано не с технологиями искусственного интеллекта, а с тем, что вообще стала вся, за счет цифровизации, вся диагностика стала расползаться. То есть теперь, когда все в цифре, и онколог, и терапевт, и сам пациент, у нас уже больше 500 тысяч пациентов скачали свои КТ и МРТ исследования, рентген, маммографию, ПЭТ-КТ с мост.ру, они кому-то показывают, и врача возникает ощущение, а где же тогда мое вот это первичное заключение, оно зачем, если можно показать кому угодно, и каждый как бы сформирует свое собственное заключение. То есть стала размываться в определенном смысле вот эта специальность диагноста. Но это нормально, потому что медицинские и врачебные специальности, они, так сказать, золотыми буквами в небе не высечены, и это тоже динамический процесс. Поэтому одно из следствий цифровизации – это тоже изменение профиля специальностей, перераспределение функций. И вот, например, если раньше функция выполнения исследования рентгенологического была строга в поликлинике в медицинской организации, теперь уже и то, что нам удалось сделать, федеральный приказ Минздрава оговаривает, что эта функция может быть вынесена, может быть создан дистанционный центр описаний, он может быть отлицензирован как медицинская организация без диагностического оборудования, что раньше было просто немыслимо. Санэпидслужба тоже это приняла, стали выдавать санэпидзаключения. И, соответственно, таким образом выделяется как раз возможность дистанционного описания исследований. На месте лаборант проводит исследование, дистанционный врач, соответственно, описывает это исследование. У нас уже сейчас 150 таких врачей, которые работают дистанционно. Но буду завершать. Значит, это более подробные результаты анкетирования, какими сервисами пользуетесь. Больше, количество врачей становится больше. Если брать оценку по НПС, но вот это, по сути дела, НПС, то тут пока мы с вами видим, что промоутеры и, наоборот, те, кто против этой технологии, они, скорее, сейчас где-то находятся в балансе. То есть явно, что технология должна еще трансформироваться, должно повышаться ее качество. Но есть люди, которые ставят, например, 8, немножко 9, 10. То есть те, кто горячо поддерживает технологию, это, конечно, имеет огромное значение. Отношение пациентов. Вот последнее, о чем я хотел бы закончить. Вот был такой опрос. Граждан. Видно соотношение демографическое. Здесь общие параметры по полученной выборке. Отношение пациентов. Как вы относитесь к технологиям искусственного интеллекта? В целом положительно 43%, нейтрально 22%. В общем, большая часть положительна или нейтральна. Считаете ли вы, что искусственный интеллект может заменить человека? Ну, фактически пополам. И это правильно. Потому что да, где-то может заменить, но не человека, а функцию человека. И скорее функцию, которая характеризуется не высокой экспертизой, а низкой экспертизой, стандартные, потоковые, воспроизводимые действия. Считаете ли вы целесообразно использовать технологии искусственного интеллекта в здоровье хранения? 67%, две трети за. Да. То есть люди хотят больше технологичности. Конечно, к этому надо прислушиваться. Это надо создавать. Я думаю, что мы скоро придем к заключениям врачей, в которых будет написано, что данное заключение подготовлено при поддержке технологии искусственного интеллекта. И постепенно люди будут привыкать к этому и уже воспринимать это как естественность, как данность. В чем это дает преимущество для медицины? Скорость изменения. Аппарат, когда создан, разработан, он стабильный, он жесткий. То есть он уже не может претерпевать быстрые изменения. А вот такие технологии можно быстро менять, подключать. Поменялись клинические рекомендации, поменялся алгоритм. Это, конечно, задает очень более быстрое движение, динамичность и своевременность экспертизы для медицинской системы. Спасибо за внимание, коллеги. Сергей Павлович, большое спасибо за доклад. Действительно, очень интересное сообщение. И сам по себе эксперимент, исследование вызывает уважение, любопытство, интерес. И мне кажется, это очень правильная тенденция, очень правильный пример того, как должна развиваться медицина. Она не может развиваться вне контекста. Любые новые технологии, любые какие-то новые эффективные практики в любом случае всегда должны изучаться с точки зрения реакции и принятия общественности, как со стороны пациента у вас. Были такие результаты исследования со стороны врачей, которые непосредственно будут работать в этой новой парадигме цифровой медицины. И я бы с удовольствием задала вам вопрос, но давайте отложим, если у нас останется время в конце дискуссии. Я хочу продолжить историю с искусственным интеллектом и передать следующее слово нашему докладчику Алексею Игоревичу Ремезу, который является основателем и генеральным директором компании ЮНИМ, которая также, между прочим, использует технологии искусственного интеллекта в своих решениях. Алексей Игоревич, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Спасибо за возможность в столь представительном собрании поделиться своими мыслями. На этот раз эта презентация для меня несколько необычна, потому что на этот раз я постараюсь раскрыть свое видение того, как будет меняться система медицинского обслуживания в целом, а не только в области, любимой мною, патморфологической диагностики. Можно попросить кликер? И каким образом в социуме будущего это может выглядеть? Во-первых, представлюсь. У меня всегда есть комплекс самозванца, и поэтому я всегда пытаюсь сказать, почему я рассуждаю о том, о чем я рассуждаю, и с каких позиций я смотрю на мир. Ну, ключевой мой опыт – это компания ЮНИМ. На текущий момент компания стала крупнейшей патморфологической лабораторией в стране. Мы обеспечиваем диагностику около 7 тысяч пациентов в месяц, и весь этот объем проводим в цифровом виде. Это небольшие цифры относительно других видов диагностики. Там, где уже цифровизация шагнула гораздо дальше, патморфология в этом плане находится на очень раннем этапе. Но, тем не менее, это уже достаточно значительно и для нашей страны, и в целом для мира. Мы обеспечиваем такой диагностикой не только пациентов из медицинских организаций, в смысле из лечебных организаций, мы обеспечиваем такой же диагностикой и внешние лаборатории. То есть мы не являемся конкурентами для других лабораторий, а являемся такой своеобразной платформой. И ставим свои технологии, которые сами же разрабатываем, в другие лаборатории. Ну и да, мы, безусловно, разрабатываем Data Science инструменты, так как данные, которые мы генерим, их много. Мы понимаем, что можно добиться определенного повышения эффективности работы врача, и мы не рассматриваем Data Science как такой святой грааль, который решит все проблемы патморфологической диагностики, но как дополнительное преимущество, которое появляется в цифре, мы, конечно, рассматриваем. Ну и так как кроме ЮНИМа еще появился один проект, который как раз лежит в области публичной системы здравоохранения, в этой связи я с радостью принял приглашение рассказать о том, как я себе вижу систему медицинского обслуживания в неком обозримом будущем. Ну, опять же, с внешней точки зрения, система здравоохранения как система начала появляться в конце XVIII века в основном как некий аналог того, что мы сейчас называем в России ДМС для сотрудников крупных промышленных предприятий. История достаточно банальная и абсолютно прагматичная, то есть вкладывать деньги в здоровье сотрудников для того, чтобы эти сотрудники извлекали больше добавочной стоимости. Активное развитие система здравоохранения как система получила в конце XIX-начала XX века, и на мой, опять же, прагматичный взгляд, главная причина в экономическом росте, в повышении производительности труда людей, в превращении медицины в чуть более системную область, чем она являлась ранее. Соответственно, чистая математика говорила о том, что да, можно потратить доллар или рубль или что-то еще для того, чтобы получить большие деньги от производительности труда того человека, о здоровье которого мы заботимся. Ну и вторая половина XX века характеризовалась развитием различных моделей страховой медицины, и медицины из эксклюзивного сервиса, доступного для единиц, для единиц процентов в обществе, стала достаточно массовой системой, особенно если говорить про страны, которые принято называть развитыми. Как мне видится проблематика систем здравоохранения в обществе, причем, наверное, могу сказать, что достаточно широко, потому что каких-то уникальных моделей пока не создано, все они находятся на одной линейке, модель здравоохранения Швеции отличается от модели в Америке, но все равно они находятся в одной какой-то плоскости. И вот в том смысле, что это всегда достаточно серьезная нагрузка на бюджет или на кошелек конкретного пациента, в этом смысле все системы очень похожи, нету каких-то отдельно стоящих, это всегда игра с ограниченной суммой. Когда НИЧС каждый год собирается и принимает решения по опруву тех или иных технологий, он всегда играет примерно с одной и той же суммой, около 100 миллиардов фунтов стерлингов. И это безусловно проблема, потому что современные технологии, новые технологии в здравоохранении, причем сейчас я могу себе позволить говорить достаточно широко не только про патоморфологию, то есть от фармацевтики до новых методик диагностики, они стоят дороже, они дают большую клиническую эффективность, но они стоят дороже. А та сумма, которая есть в системе финансирования здравоохранения региона, страны, макрорегиона, чего угодно, она не меняется. Нет ответа на вопрос, как создать 4П-медицину, о которой так много говорят, но так как система здравоохранения практически в любой стране мира работает по реактивному принципу, то есть она начинает работать в тот момент, когда человеку становится плохо. Понятно, что есть скрининговые программы, есть различные модели, но глобально система в 90-80% случаев работает по реактивной модели, и это противоречит как минимум одному ПИ из этих четырех. Не решены многие организационные и управленческие задачи, банальный пример, маленький, но такой достаточно важный, те или иные врачебные рекомендации и их соблюдение. От их соблюдения зависит эффективность терапии, неважно в какой области медицины. И есть очень показательная статистика, которая говорит о том, что в каком проценте случаев рекомендации просто не соблюдаются. То есть как только у человека исчезает яркий стимул соблюдать рекомендации врача, он этого больше не делает. И вроде бы маленький пример, но это настолько колоссальный эффект дает для эффективности терапии, а эта проблема не решена. И таких проблем очень много. Ну и, наверное, еще один такой небольшой, но интересный аспект – это противопоставление evidence-based medicine и той области, которая называется интегративная медицина. То есть есть барьер, который проводится и достаточно так ярко проводится, и система здравоохранения в целом отторгает все, что является интегративной медициной. При этом мы хорошо понимаем, что медицина точной наукой, не физика совсем пока еще. И те практики, которые пока находятся в области интегративной медицины, они потихоньку перетекают в область доказательной, просто с появлением доказательной базы. Про цифру. Сейчас уже тогда от каких-то проблем к решениям. То есть, на мой взгляд, цифровизация здесь так же, как и в отдельных областях диагностики, она преследует абсолютно банальные и абсолютно прагматичные цели. Это снижение себестоимости, повышение производительности труда, снижение вероятности ошибки и так далее. Сказать, что какая-либо из систем здравоохранения, даже в странах с самыми большими бюджетами на это, является цифровой, нельзя. То есть, мы можем, конечно, говорить, что относительно того, что было 20 лет назад, да, мы стали более цифровыми. Но если сравнивать с другими областями человеческой деятельности, а у меня такая возможность есть, я не имею классического клинического образования, но зато имею какой-то другой опыт, то можно сказать, что здравоохранение – это абсолютно не оцифрованная область. То есть, сравнить с каким-нибудь банальным e-коммерсом, да, там из тех данных, которые образуются в результате взаимодействия с пользователем, извлекается такая добавочная стоимость, которая медицине еще пока не снилась просто. Поэтому это большой путь, который начался, он идет очень активно, где-то быстрее, где-то медленнее, но глобально мы еще где-то там, наверное, в начале этого пути и даже не в середине. То же самое вот сегодня Сергей сказал очень ярко и очень правильно, на мой взгляд. То есть, цифра – это фактура. И чем больше этой фактуры становится, тем медицина становится более точной наукой. И это еще один аспект, который уже не касается напрямую денег, а касается клинической эффективности. И выглядит так, что система публичного здравоохранения, система страховой медицины – это будет, на мой взгляд, полностью цифровая среда, где будет участвовать, безусловно, пациент, где будут участвовать все стейкхолдеры, которые участвуют в процессе, я бы даже так сказал, во всем жизненном цикле человека. То есть это не только чисто медицинские акторы, но это и акторы, которые влияют на здоровье, и при этом не относятся к медицине. Какие? Питание, спорт, ментальное здоровье, которое пока еще где-то в области интегративной медицины болтается. И вот на этой мегаплатформе, в этом суперапе, как вот, не знаю, Яндекс.Гоу или Вичат или еще что-то, в нем будет не только врачи, в нем будут не только диагносты, терапевты, клиницисты, там будет много кто, там будут все те, кто влияют так или иначе на качество и продолжительность жизни человека. Ну, про 4П я сказал и хочу немножечко раскрыть тему. То есть пока система здравоохранения, пока система финансирования здравоохранения построена таким образом, что она реагирует на состояние человека, а не является заинтересованной в том, чтобы человек как можно дольше был здоров, как можно дольше не болел, вот как минимум один из принципов превеншен реализовать будет достаточно сложно. То есть ни клиника, ни страховая компания не имеет для этого ни компетенции, ни достаточного уровня мотивации для того, чтобы разрабатывать технологии, для того, чтобы их внедрять, для того, чтобы вкладывать деньги в банальный пушинг человека, не пациента. То есть когда человек превращается в пациента, его мотивация понятна. А вот когда он здоров или бессимптомен, у него нет никакой мотивации абсолютно, и кто-то этим должен заниматься. В той парадигме, которая существует сейчас во всем мире, каких-то мощных акторов, которые бы этим занимались, их практически нет. То есть такую модель можно организовать для одного человека, когда целый институт создается ради здоровья одного человека. Но это невозможно масштабировать на популяцию, на социум. Цифра и изменение подходов к финансированию, на мой взгляд, позволит сделать так, чтобы сервис крутился вокруг человека, а не человек бежал за сервисом в тот момент, когда ему становится совсем плохо. Про пейшент-менеджмент тоже то, о чем не так много вспоминают. У нас осталось буквально две минутки. Спасибо большое. Я про это уже достаточно много могу рассказывать, хотя чуть меньше, чем про патоморфологию. Я тогда, с вашего позволения, наверное, скажу про экономику, потому что, на мой взгляд, это один из самых сильных рычагов, которые влияют на развитие технологий в любой области. И здравоохранение здесь не исключение. В качестве доказательства моих слов, внедрять технологии в здравоохранение очень сложно. Но когда, например, источник финансирования говорит, «Ребят, вы либо используете эту технологию, не важно, что это будет, цифровая патоморфология или роботоассистированная хирургия, или мы вам не оплачиваем вашу работу, ваши клинические случаи, тогда технологии внедряются гораздо лучше». На мой взгляд, система финансирования здравоохранения и система публичного здравоохранения будущего будет жестко завязана на экономику. Она будет очень сильно стимулировать развитие новых технологий, потому что они позволят больше зарабатывать тем организациям, которые это все будут реализовывать. На мой взгляд, система будет меняться. Нет идеальных систем ни в социалистической Швеции, ни в капиталистических Соединенных Штатах. Никто не доволен системой здравоохранения. Везде есть перекосы. И, наверное, существующие уже сейчас технологии позволят выстроить что-то большее. Я думаю, что речь про 5-10 лет. Можно посмотреть на количество стартапов в области insurance tech. Можно посмотреть на количество компаний, которые предлагают некую альтернативную медицинскую страховку. И я думаю, что в этой сфере будет совершен большой прорыв. Я думаю, что речь идет в первую очередь не о технологиях. Они действительно давно существуют. А речь идет о подходах. Развернуть модель финансирования и сказать, что отлично, дорогой человек, ты платишь нам за то, чтобы быть здоровым. И вот технологии будут подтягиваться к этому подходу. Этот подход будет стимулировать развитие технологий. Вектор развития будет, безусловно, в сторону сервисной модели. То есть из некого искусства, из некой такой сакральной области это будет превращаться в стандартизированный, понятный сервис и с некой ориентированностью на результат, на success fee. Опять же, в истории были примеры, когда доктора получали деньги, пока человек здоров. Ну и вот, на мой взгляд, многие области нашей жизни, которые сейчас не имеют никакого отношения к здравоохранению, они станут взаимодействовать очень активно. Потому что действительно от какой-нибудь платформы Xiaomi с огромным количеством различных девайсов до различных платформ для диетологии, все это будет, безусловно, взаимодействовать с неким медицинским сервисом будущего, потому что наш лайфстайл во многом определяет то, насколько качественно и долго мы живем. И это немножко звучит как Оруэлл, но действительно количество данных будет очень большое. Наверное, будет некое, ну и оно уже сейчас есть, да, вот Сергей об этом сказал, то есть будет, конечно, противодействие, люди не очень комфортные им, когда информация о них где-то агрегируется. Но в конечном итоге все идет в сторону полной прозрачности общества. И, наверное, медицина будет одной из самых беспроблемных сфер с точки зрения использования данных человека. Ну то есть всем будет понятно, что я отдаю данные взамен за качество жизни и здоровья. Вот, собственно, такие мысли. Спасибо. Алексей Игоревич, спасибо за доклад. С одной стороны, это было такое обзорное сообщение, с другой стороны, попытка, наверное, оценить роль цифровизации или место цифровизации вот как раз-таки в неком таком прогностическом будущем. Спасибо. Если будет возможность в конце секции, мы обязательно вернемся. Тоже хотелось бы задать вам вопрос. Ну а поскольку сейчас у нас настало время для третьего доклада, который будет посвящен не менее интересной теме и попытке, наверное, оценить возможность применения методов машинного обучения в борьбе с психиатрической стигмой. И для этого я передаю слово нашему следующему докладчику, начальнику Центра медико-социологических исследований НИИ Организации Здравоохранения и Медицинского Менеджмента Департамента Здравоохранения Москвы главному исследователю совместного проекта с Всемирной Организацией Здравоохранения в Москве Игнату Викторовичу Богдану. Пожалуйста, у нас будет доклад в предзаписи. Уважаемые коллеги, добрый день. Если мы говорим о классических гуманитарных исследованиях в медицине, а в контексте нашего форума, говоря о социологических исследованиях, как правило, они проводились в качественной парадигме. Да и до сих пор, если, например, считать последний конгресс международной социологической ассоциацией, репрезентирующей мировые тренды в этой области, то становится очевидно, насколько качественные исследования преобладают над количественными в социологии медицины. Количественные исследования единичны, проведены не на таких больших выборках. Мои коллеги могут с этим не согласиться, ведь на нашем форуме качественников не так много, но в целом по отрасли дела обстоят, видимо, так. А когда мы говорим о таких трендовых областях, как Big Data или Data Science, в общем массиве исследований такие кейсы совсем единичны. Обычно это небольшие группы цифровых гуманитариев, которые работают с корпусами текста. Поскольку наш центр очень любит все новое, интересное и перспективное, мы не могли обойти вниманием такую, так сказать, хайповую область, и эта дорога привела нас к исследованиям больших выгрузок в социальных медиа. За годы исследований мы выработали свой подход к аналитике. Итак, как же мы рассматриваем социальные медиа в медико-социологических исследованиях? Первое. Как отражение мнения населения. Да, просто массив выгрузки из социальных медиа почти никогда не будет репрезентировать количество мнения людей, но зато он может репрезентировать их качественно. Мы можем увидеть в постах в соц. медиа весь вариатив мнений по какому-то вопросу, если мы правильно возьмем выборку. Второе. Более того, мы можем проводить и количественный анализ. Но анализ чего? Анализ не мнений людей, не распространения мнений в популяции, а анализ состояния публичной инфосреды в социальных медиа. А уже эта инфосреда становится источником формирования соответствующих установок для населения. Такой смешанный подход обусловил и поиск нами количественных и качественных методов аналитики в социальных медиа. Инструментарий был отработан нами на множестве исследований. Это исследование образов различных медицинских специалистов, это исследование образов медицинских служб, это исследование имиджа отдельных медицинских организаций, это исследование потребности психологической помощи, за которую в этом году мы взяли приз за лучший кейс аналитики соцмедиа. Но весь этот большой массив исследований мы, конечно же, не успеем охватить за 10 минут, и поэтому я бы хотел остановиться на одном кейсе. Я бы хотел остановиться на кейсе психиатрической службы в пандемию. И основной разговор будет о стигме, клейме, который несет на себе вся область психиатрии. Стигма, связанная с психиатрией, давно перестала быть исключительно философской проблемой, и, как показывают исследования, оказывает непосредственное влияние на функционирование службы. В частности, стигма препятствует своевременному обращению за помощью. Пациенты, вместо того, чтобы получить оперативную амбулаторную помощь и быстро улучшить свое состояние, часто дотягивают до обращения в психиатрические больницы, где, как правило, требуется более дорогостоящее и длительное лечение. Стигма также затрудняет реинтеграцию пациента в общество. Эксперты говорят, что во время пандемии в Москве на фоне увеличения чувства тревожности, неизвестности, опасности новых условий изолированной жизни увеличилась потребность психологической и психиатрической помощи. С другой стороны, мы видим свидетельства того, что, например, летом 2020 года число обращений за психиатрической помощью не увеличилось. Фактически, оно даже немного уменьшилось. Эксперты приписывают это, среди прочего, стигматизации службы. Да мы и сами видим, что по данным нашего совместного исследования СВОЗ, за полтора года пандемии всего 5% москвичей обращалось за психологической помощью, что говорить уже о помощи психиатрической. Ввиду того, что сегодня социальные медиа являются важнейшей площадкой для формирования общественного мнения, а также источником, к которому, например, потенциальный пациент может обратиться относительно того, когда и при каких условиях нужно обратиться за помощью, мы считаем чрезвычайно важной тему образа психиатрии в социальных медиа, особенно во время пандемии. Итак, о методологии. На данный момент мы собрали базу данных из более чем полутора миллионов сообщений от москвичей по ключевым словам, связанных с психиатрией. Мы написали наш собственный код на Python, который выгружал изображения, связанные с сообщениями, анализировал их цветовую гамму. Также мы провели более глубокий контент анализ случайной выборки сообщений, и это был качественный этап анализа. Итак, количественный анализ показывает нам, что тема психического в социальных медиа очень заряжена. Мы видим это с точки зрения довольно высокого уровня вовлеченности. Также мы видим, что цветовая гамма тоже может говорить об эмоциональном заряде. Мы видим, что среди преобладающих цветов выражены тревожные красные цвета. Далее, тема интересна как мужчинам, так и женщинам. Хотя обычно, как показывают наши исследования в социальных медиа, по большинству медицинских вопросов преобладают сообщения от женщин. Тут же мы видим практически идеальную гендерную репрезентацию Москвы. Итак, тема обсуждаемо заряжена. Но каково же содержание высказываний людей? Что их волнует? Откуда такой эмоциональный заряд? И здесь, в помощь навыкам машинного обучения, нам пришли навыки ручного анализа текстовых сообщений. Итак, что мы выяснили? Люди не понимают разницу между стационарным и амбулаторным лечением психиатрическим. Они до сих пор живут мифами о том, что существует карательная психиатрия или что существует учет в психиатрических организациях, на которые тебя сразу же поставят в ПНД. Негативным следствием этого образа является то, что люди не понимают, что обращение к психиатру не означает автоматические ограничения прав или принудительного лечения. С одной стороны, образ психиатрии разнообразен. Обсуждается множество диагнозов. Наркомания, когнитивные нарушения, эффективные расстройства и т.д. С другой стороны, все эти диагнозы в равной мере стигматизированы, как серьезные, так и относительно не опасные. Также, проанализировав тональность сообщений, мы увидели раскол между медицинским персоналом и пациентами. Первым, чаще приписываются положительные черты. Компетентность вопроса психического здоровья, например. А вторым, отрицательные. Опасность преступного поведения и т.д. Это показывает, что пациент наиболее слабое звено в образе психиатрии в социальных сетях. При этом, конечно, встречаются и противоположные единичные упоминания, например, о хороших качествах пациентов, когда они хорошие люди или талантливые в чем-то, или что сами психиатры иногда воспринимаются как люди с психическими расстройствами, также опасные. В целом, в каком контексте упоминается психиатрия? Наш анализ выделил 6 групп сообщений, характеризующих восприятие психиатрии и психического здоровья. Самой крупной группой сообщений, как мы и ожидали, было, ну, как мы это назвали, несерьезное отношение к психиатрии. Более четверти сообщений выборка. В таких сообщениях психиатрические термины обычно используются, чтобы оскорбить оппонента. Даже в тех случаях, если человек виноват в том, что ему нравится такая неправильная идеология, политика или мода. При таком подходе автор сообщений обычно дистанцируется от психиатрии. Он как бы говорит, это не я, это другие. И вот такой общий смысл его отношения. А другие либо смешные, либо опасные. А психическое заболевание часто позиционируется как то, что связано с низким уровнем нравственности или нарушением закона. Использование психиатрических заболеваний для стигматизации часто используются молодыми людьми. А само ругательство дурка наиболее популярно среди молодежи, людей до 30 лет. Далее. В большинстве сообщений люди полагаются не на свой личный опыт, а на свои мысли, основанные в том числе на стигматизирующих произведениях искусства. В нашей выборке почти 70% сообщений о произведениях искусства относятся к произведениям, создающим образ непонятной, пугающей психиатрии, опасной. А чтобы бороться с этим, мы можем усилить поддержку со стороны профессионального сообщества разнообразных образовательных произведений искусства на эту тему, а также работ, в которых психическое здоровье не является определяющим для человека. Где человек с психическим заболеванием в среднем, такой же, как все. Как, например, страдающий сахарным диабетом или онкологией, а не избранный, потому что у него это заболевание. Плохо, когда молодежь ищет у себя шизофрению или, как они говорят, биполярочку, как подтверждение своей особости. Небольшая доля распространения личного опыта подтверждает необходимость мер по социальной инклюзии психически больных людей, распространение материалов о положительном опыте взаимодействия с ними. Такие успешные примеры мы уже видим сегодня. Например, среди представителей ряда российских НКО, которые успешно привлекают публичное внимание к жизни людей с психиатрическими или неврологическими расстройствами. Что касается пандемии, упоминаний о COVID-19 в подвыборке очень мало, меньше 4%. Мы видим, что пандемия не привела к радикальному изменению образа психиатрии. В то же время выявлены информационные пробелы, связанные с психическим здоровьем населения. Когда не хватает официальных данных, эти пробелы начинают заполняться эзотерическими теориями или теориями заговора. Несмотря на то, что среди эзотерической информации есть довольно безобидная, а иногда и полезная информация на тему саморегуляции с использованием техник восточных практик, значительная ее часть посвящена колдовству, экстрасенсорному восприятию, другим всяким секретным методикам, которые в корне противоречат научному мировоззрению. В таких сообщениях психическое здоровье сильно упрощается, а его профилактика и лечение сводятся к необоснованным способам. А в качестве возможного направления работы мы видим необходимость более широкого сотрудничества эксперта в области психиатрии с популярными блогерами, ресурсами и СМИ. Наконец, подводя итоги, мы считаем важным следующее. Первое. Наше исследование показывает цели и тематику информационных интервенций по дистигматизации образа психиатрии и психических запалеваний. То, что я рассказал, это всего лишь небольшой фрагмент нашего большого отчета на данную тему. Второе. Но для того, чтобы чем-то эффективно управлять, надо уметь это мониторировать, надо уметь отслеживать, насколько эффективны наши интервенции. Для этих целей нами было написано и обучена нейросеть, которая может достаточно эффективно определять стигматизированные сообщения о психиатрии и в общем массиве сообщений, основываясь на динамике стигматизирующих высказываний в социальных сетях, мы можем измерить успех в наших информационных интервенциях, о которых я упоминал ранее. Подобные вмешательства и их мониторинг особенно актуальны сегодня, когда пандемия оказывает значительное давление на психическое здоровье населения. К сожалению, как вы видите, у нас были данные мониторинга не за все месяцы, но определенные выводы уже по этой динамике стигматизирующих установок напрашиваются сами собой. Уважаемые коллеги, мы всегда готовы к сотрудничеству по этой или по другим темам, где менеджмент в сфере здравоохранения встречается с гуманитарной наукой. Наши контакты на слайде. Спасибо вам большое за внимание. Игнат Викторович, спасибо большое за данное сообщение. Оно, признаюсь честно, представляет лично для меня и моих коллег особый интерес, поскольку мы в благотворительном фонде занимаемся вопросами детской нейроонкологии, стараемся более системно к этому подходить и очень часто сталкиваемся с различными задачами на стыке социологии, изучения проблем в таком глобальном контексте. И пару лет назад мы аналогичным инструментом измеряли отношения россиян к раку, использовали решение social listening и смотрели тональность, как она уже ретроспективно смотрели, как менялась тональность, контекст, количество упоминаний, словосочетаний, связанных с раком, с различимостью рака, либо наоборот, негативных каких-то словосочетаний. И смотрели за несколько лет до начала интервенции, во время нашей информационной просветительской кампании и после. И, наверное, на данный момент это очень интересный и в какой-то степени для исследователей показательный, полезный, один из ключевых инструментов такого нереактивного исследования. И еще раз хочу поблагодарить за данный доклад, за данное сообщение. Очень вдохновлены результатами и надеюсь, что будем также изучать дальнейший ваш опыт и подобных каких-то интересных проектов. Но на данный момент я бы хотела передать, продолжая историю исследований, связанных с пандемией, я бы хотела передать слово нашему следующему докладчику. И Дарья Александровна Радченко, наш представитель достаточно редкой и уникальной профессии, которая звучит как цифровой антрополог. Дарья Александровна является старшим научным сотрудником Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. И, Дарья Александровна, очень ждем ваш доклад. Пожалуйста. Большое спасибо. Очень рада здесь быть сегодня. И я расскажу о кейсе, который, в общем, связан действительно с предыдущим докладом, о том, как мы изучали распространение слухов, распространение таких массовых сюжетов, связанных с пандемией COVID-19 при помощи данных социальных медиа. Это довольно большое исследование, которое проводилось в сотрудничестве между нами, между RankX и Яндекс.Кью, специалистами Яндекс.Кью, на протяжении прошлого и текущего года. В чем, собственно, заключалась задача всего этого исследования? Мы хорошо знаем, что кроме, собственно, пандемии, кроме распространения эпидемии, нового коронавируса, COVID-19, в 2020 году началась информационная эпидемия, которую в медиа назвали инфодемией, то есть массовое распространение разнообразных слухов, фейков, псевдомедицинских советов, поддельных документов и так далее. Бьем этих текстов таков, что он, в общем, заставляет задуматься. Во-первых, почему они распространяются, во-вторых, каким последствиям они ведут. Мы понимаем, что когда у нас начинают распространяться такого рода сообщения в социальных медиа, предыдущий докладчик уже очень хорошо сказал, что социальные медиа – это не только зеркало какой-то текущей социальной ситуации, но это и источник сведений для людей. Так вот, когда начинают распространяться такого рода сообщения, мы понимаем, что у нас есть некоторая проблема, потому что такого рода слухи ведут к изменению поведения людей, к отказу от каких-то санитарно-гигиенических мер, профилактических мер, карантинных и так далее. Мы все встречали тексты про то, что носить маски вредно, вакцинироваться не надо, лечиться надо исключительно народными средствами и так далее. Все эти тексты ведут, соответственно, к изменению поведения, которые повышают эпидемиологические риски. Поэтому в 2020 году наша исследовательская группа, которая называется «Мониторинг актуального фольклора» на базе Института общественных наук Ранхикс, ведет исследование такого рода текстов в социальных медиа, которые связаны с коронавирусом, карантином и миром после карантина. Начиная с марта 2021 года, мы развернули дополнительные исследования вместе со специалистами Яндекс и Яндекс.Кью. Мы изучаем в том числе, как пользователи не только создают тексты о каких-то явлениях, связанных с ковидом, но и как они их ищут, как они воплощают их в поисковых запросах. Соответственно, из чего складывалось это исследование? С чего мы начали? Мы начали с того, что стали проводить разведку и собирать основные сюжеты фейков. Фейк, естественно, это не научный термин. Я его буду здесь использовать для того, чтобы каждый раз не повторять безумно длинную фразу о том, что речь идет о вернокулярных текстах, слухоподобных текстах и так далее. Мы набрали примерно 250 сюжетов, разбили их на 6 тематических групп и дальше ввели в поиск сообщений, содержащих эти сюжеты или целые тексты в социальных медиа и набрали чуть больше 6 миллионов текстов. На текущий момент это на самом деле еще большее количество текстов. К сожалению, для нас всех, но, к счастью, для исследователей, постоянно растет. Мы проводили корпусный анализ текстов и некоторый количественный анализ, связанный с изучением динамики, популярности, географии, распространения того или иного сюжета и так далее. Но, с другой стороны, кроме этого, мы изучали запросы пользователей Яндекса, взяли 35 наиболее популярных сюжетов из всех 6 тематических групп примерно по уровну и изучали, как устроена динамика и география поисковых запросов и как устроена, что интересно, структура поисковых запросов, что именно ищут люди, когда ищут информацию о ковиде. И первое, на что мы все обратили внимание. У нас есть такое распространенное медийное представление о том, что слухи, сплетни и так далее распространяют какие-то вредоносные агенты, вредоносные инфлюенсеры. В общем, анализ очень быстро показал, что у 85% авторов текстов, которые содержат такого рода слухи, число подписчиков менее 500. Это то, что называется рядовой пользователь соцмедиа. Я не очень люблю слово «рядовой», но здесь, боюсь, без него не обойтись. Это чуть чаще женщины. Мы не всегда знаем полуавторов сообщений, но в 70% случаев он известен. И в основном это люди довольно взрослые, это люди часто с высшим образованием. Опять, мы не всегда, к сожалению, можем судить ни о возрасте, и о уровне образования пользователей, но, тем не менее, там, где мы этой информацией обладаем, закономерность вполне себе прослеживается. Такого рода текст распространяют не подростки, не люди без образования, это вполне взрослые, зрелые, состоявшиеся люди. Почему они это делают? Зачем в мессенджерах и в соцсетях появляются такие тексты? Давайте посмотрим на данные. Первое, что бросается в глаза, это то, что динамика развития инфодемии и динамика развития пандемии в России следует совершенно двумя разными путями. Здесь на графике вы видите, синяя черта обозначает динамику распространения слухов в соцмедиа по дням. Пунктир обозначает количество зафиксированных случаев по данным StopCoronavirus.RF. Мы видим, что основной пик появления таких текстов в соцмедиа, репостов, слухов происходит задолго до того, как происходит взрывообразный рост, развитие эпидемии на тот момент, когда в России у нас фиксируются пока еще единичные случаи. И наоборот, на этапе серьезного повышения числа случаев уровень фейков существенно ниже. Почему это происходит? Это, конечно, связано с общим уровнем неопределенности. Если мы посмотрим на состав текстов, которые появляются в тот или иной период, мы поймем, в чем, собственно, проблема. В начальный период пандемии, в марте-апреле 2020 года, до того, как у нас была выработана некоторая политика по взаимодействию с пандемией, по взаимодействию с заболеванием, пока еще вырабатывались протоколы диагностики, протоколы лечения, у нас больше всего, конечно, распространяются псевдомедицинские советы, как себя диагностировать и как себя вылечить, что надо глубоко дышать, и если вы хорошо глубоко дышите, тогда у вас никакого коронавируса нет, если вы, не знаю, не кашляете, у вас коронавируса нет, если вы обоссаетесь, коронавирусом надо лечиться чесноком, лимоном и прочими прекрасными народными средствами. Вот это как раз тот самый объем текстов, который заполняет пустующее информационное пространство. По мере того, как уровень определенности, исходящий от официальной медицины, растет, количество этих текстов радикально снижается. А вот во второй период, который мы видим здесь, второй пик связан уже с антивакцинационными слухами, появляются, соответственно, тоже. Они до того, как начинается основная массовая кампания по вакцинации, они довольно бурные, распространяются ровно по тем же причинам дефицита информации. У нас еще в тот момент мало информации о последствиях вакцинирования, о эффективности вакцинирования, мало еще людей прошло этим путем, некоторый такой коллективный опыт не сложился. Поэтому мы хорошо видим, как у нас информационную лакуну заполняют слухи. При этом интересно, что поиск тех или иных фейков, тех или иных слухов в Яндексе и их распространение в социальных медиах хорошо коррелирует. То есть появились какие-то первые ласточки в ВКонтакте или, например, в мессенджерах. Это та часть, подводная часть айсберга слухов, которую мы не видим, которую мы, к сожалению, не можем отмониторить, но которая, в общем, довольно существенна. Вот как только появляются у нас эти первые ласточки, люди начинают искать эти тексты в Яндексе, пытаются понять, насколько эта информация правдива или нет, и что с ней, собственно, дальше делать в большинстве случаев. Вот, например, два примера таких фейков о том, что бананы заражены якобы коронавирусом, или о том, что вертолеты будут дезинфицировать город опасными средствами. Здесь у нас распространение в соцмедиа, и поиск в Яндексе коррелирует весьма сильно. Бывают и другие ситуации, когда сюжет переходит в активную фазу поиска в определенный момент. При этом сюжет развивался до вот этой острой фазы. И вот это самые опасные для нас слухи. Что происходит, что мы видим на этом экране? Есть некоторая латентная фаза развития слухов, которые ведут к тому, что во время начала работы медицинской системы в этом направлении они срабатывают очень резко, отрицательно. Вот это два ситуации слухов, связанных с вакцинированием. В течение всего года, и это, в общем, даже не сюрприз, распространялись слухи о том, что прививка ведет к некоторым проблемам со здоровьем. Эти слухи связаны, разумеется, с более существенным субстратом представлений о вакцинировании, которые развивались задолго до всякого ковида. И как всякие такого рода тексты, связанные уже, укрененные в культуре, они, естественно, повыхнули задолго до того, как у нас в стране возникли, были разработаны, введены в широкий оборот какие-то ни было вакцины. Но как только началась кампания по вакцинации, эти слухи тут же начинают искать в Яндексе, правда ли, что вакцина вызывает те или иные заболевания, что делать и как от этого спастись, как от этого избавиться. То есть это та бомба, которой шнур Бигфордов тлеет, 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 и, наконец, в самый ответственный момент он взрывается, эта бомба, и приводит к довольно печальным последствиям для вакцинационной кампании, которая, мы знаем, развивается не самыми хорошими темпами в этот период, по крайней мере. Сейчас уже, конечно, ситуация немножко другая. Кроме этого, надо понимать, как устроены сами запросы. Это то, что мы назвали модальностью запросов, то есть язык, как люди формулируют. К сожалению, про многие запросы мы не можем сказать ничего, люди просто ищут какие-то нейтральные формы, но иногда они пишут какие-то очень конкретные вещи. Например, они выражают сомнения сразу в поиске. Имбирь от ковида, фейк или правда, маски вредны, правда или ложь, водка спасает от ковида, работает или правда. Это любимая моя формулировка. И мы можем увидеть, что к разным слухам, к разным фейкам люди на самом деле относятся по-разному. Например, к текстам, в которых содержатся те самые псевдомедицинские советы, сомнение прикреплено очень сильно. Это очень частотная модальность, связанная как раз с запросами, связанными с имбирем, чесноком и прочими прекрасными народными средствами. Потому что своя рубашка ближе к телу. Это те слухи, которые ведут к непосредственному изменению поведения, к приему тех или иных лекарственных средств или средств народной медицины. Поэтому в них, конечно, сомневаются. Например, конспирология кажется гораздо более экзотичной. Она привлекает внимание журналистов, разнообразные тексты по поводу чипирования в прививке или о том, что Билл Гейт якобы распространил коронавирус. Но в реальности поведение людей практически не меняет. Она представляет существенно более низкий, но мы это можем видеть. Кроме того, мы понимаем, что связаны эти слухи с изменением поведения и в другом плане. Вот, например, здесь. На этом графике вы видите соотношение числа запросов о том, как избежать вакцинации в разных городах России и запросов, связанных с поиском слуха о том, что вакцина от коронавируса якобы вызывает бесплодие. Как вы видите, корреляция здесь довольно сильная, 82%. То есть в тех городах, где этот слух распространен, изменение поведения, если нереальное, мы не можем судить, насколько люди там реально уклонялись от вакцинации или нет, но, по крайней мере, интенция к этому поведению явно прослеживается. Поэтому игнорировать такого рода тексты, как бы мы к ним ни относились, какой бы иронии мы к ним ни относились, совершенно невозможно. Они влекут за собой реальное изменение поведения, соответственно, последствия для нашей общей эпидемиологической ситуации. Можно выявить в том числе и распространенность тех или иных сюжетов, слухов в разных локациях, в разных географических территориях. Вот здесь, например, на экране вы хорошо увидите, как слухи о том, что китайцы якобы заражают людей коронавирусом при помощи отравленных бумажек, фиксируются в основном на юге Сибири и на Дальнем Востоке. А, например, слухи о том, что врачи якобы фальсифицируют диагноз COVID в каких-то своих интересах, скорее, это центральная Россия по Волжье и вплоть до Ростова-на-Дону. То есть, соответственно, мы можем, опираясь на эти данные, не просто работать коммуникационно с населением, опираясь на эти данные, можем конструировать компании по взаимодействию, информационные компании, но и определенным образом их локализовать для того, чтобы они точно били в цель конвертных географических областях. Ну и подытоживая, что мы можем и что мы не можем сделать при помощи анализа соцмедиа в области работы с слухами, в области работы с массовыми представлениями, в том числе о заболеваниях. Ну, во-первых, мы можем сразу понять, что динамика поисковых запросов и соцсетей не связана с динамикой эпидемий. То есть, по сути дела, вот этот динамик развития текстов диагностирует незаболеваемость. То, что несколько лет назад предлагал, например, Google в разработке Google Flu. Мы не можем диагностировать пандемию по поисковым запросам, но мы можем диагностировать тревожность и неопределенность, которая в стране есть в связи с ней. К моменту возникновения поискового запроса текст уже циркулирует в соцмедиа и мессенджерах, и это значит, что когда у нас поисковые запросы возникли, проблема уже существует. Но при этом поисковый запрос и тексты соцмедиа по своей динамике коррелируют между собой. И информация, которую мы видим в социальных медиа, стимулирует к определенному действию или отказу от него. Это может быть действие онлайн, поиск определенной информации или даже действие оффлайн. То есть, собственно, непосредственно прием тех или иных средств, форма взаимодействия медицинской системы и так далее. Мы можем выявить наиболее массовые, наиболее распространенные, что гораздо важнее, наиболее реактивные сюжеты, наиболее эмоционально нагруженные, наиболее острые, наиболее часто ведущие, собственно, к этому действию, к приходу от потребления информации к какому-то поведению. В случае с пандемией COVID-19 они, прежде всего, связаны с повседневностью, с лечением, с антиковидными мерами, при этом наиболее, конечно, активно, наиболее опасно для нас те, которые возникли до пандемии и глубоко укоренены в нашей культуре. Кроме того, мы можем выявить локальные кластеры сюжетов и посмотреть, где, в какой географии у нас те или иные слухи, в данном случае о пандемии, но на самом деле, в любом практически, явлении, локализованы для того, чтобы адаптировать свою информационную политику к локальным особенностям. Большое спасибо за внимание и буду рада вопросам, если они возникнут. Дарья Александровна, спасибо большое за ваш доклад. Я думаю, что многим он откликается не только с точки зрения, скажем так, профессионального интереса, с точки зрения социологических аспектов, но и, в первую очередь, как та тема, которая действительно стала и, с одной стороны, мейнстримом, вошла в каждый дом. И интересно было сейчас посмотреть на тот опыт, который ты проживал, как непосредственно физическое лицо, просто как пациент, как участник всей этой пандемии. Интересно было посмотреть в цифрах, как это развивалось глобально, какие были тренды, какие были этапы. Спасибо большое за то, что вы так интересно представили данную тему. И, к сожалению, у нас ограничено время, поэтому мы переходим к нашему последнему докладу в рамках данной секции. Я с удовольствием передаю слово Елене Андреевне Удаловой и руководителю направления онлайн-социологии «Оно. Диалог». Елена Андреевна с нами будет в формате онлайн-участия. Елена Андреевна, как вы нас слышите? Давайте проверим связь. Добрый день. Слышу вас прекрасно. И всю конференцию наслаждаюсь докладами. Супер. Тогда мы с нетерпением ждем и вашего доклада тоже. Добрый день еще раз, коллеги. Очень рада быть здесь. Оно диалог. Организация, в которой я работаю, отвечает за обратную связь с населением. Соответственно, конечно, все те вызовы, которые произошли в рамках пандемии, в рамках борьбы с фейками, в рамках влияния цифровизации, безусловно, они все нашли свое отражение и в тех обращениях, которые граждане оставляли посредством сети интернет. И, собственно говоря, мы проводили целый комплекс исследований в принципе влияния цифровизации на жизнь и готовность. Вот мой доклад, мне кажется, будет неким иллюстрацией, подтверждением слов Сергея Павловича, который совершенно корректно обозначил те тренды. Мы только что закончили очередное исследование, буквально на прошлой неделе, это свежие данные, мы сделали общероссийский срез по отношению к цифровизации медицины. И я хотела бы коротко ознакомить вас с теми результатами, которые есть, ну и еще раз подтвердить те тезисы, которые были уже обозначены. И, конечно, безусловно, очень приятно, что, несмотря на разницу в инструментариях, несмотря на разницу в подходах, мы все живем в единой информационной парадигме о том, что же хотят люди, как они смотрят на вопросы цифровизации медицины, с какими барьерами, сложностями мы сталкиваемся. Мы понимаем, что пандемия, конечно, кратно сподвигла к кратному скачку в цифровизации, но насколько люди оказались к нему готовы, это, конечно, еще вопрос дискуссионный. И мы видим некий дисбаланс между развитием цифровых сервисов и готовностью людей к их использованию не только в здравоохранении, но и, в принципе, во всех сферах. Если говорить в целом, то цифровизация поддерживается, и развитие цифровизации поддерживается на текущий момент 70% наших россиян. Если говорить о медицине, то здесь уже чуть более низкий процент поддержки, 61%. Если говорить о категории одобрения, то это уже цифровых технологий применения, цифровых технологий в здравоохранении, это уже 50%. Если говорим о готовности принимать участие, пользоваться, то мы уже получаем 41% на текущий момент граждан, которые одобряют и готовы декларативно пользоваться услугами цифровой медицины. Мы сузили, скажем так, блок вопросов, ограничили его наличием онлайн-консультаций с врачом, возможностью предоставления дистанционного анамнеза перед консультацией, сбора этих данных, медицинской карты онлайн, передачей информации о здоровье и активности с гаджетов, ну это на насыщении кислородом, пульс, какие-то другие активности, другие категории и, соответственно, представление людей об искусственном интеллекте в диагностике заболеваний. В среднем каждый из данных сервисов, уровень информированности о нем составляет около 40%, о каких-то возможностях знает чуть больше, безусловно, Москва и в целом ЦПО дают гораздо более высокие показатели и включенности, и информированности, и поддержки. Пока средняя информированность находится на уровне 50%. При этом, если мы говорим про всю страну в целом, то только 13% пользовались какими-либо из сервисов. При этом остались преимущественно довольны. Для кого-то кто-то остался недоволен из основной аргументации. Это была некорректность, то есть техническая некорректность реализации. Наличие каких-то фактологических ошибок при передаче данных, сложности с регистрацией, заходом, какие-то технические сложности. Если мы говорим про драйверы и восприятие развития, то, безусловно, ключевым преимуществом развития цифровой медицины это выступает удобство пользователя и оперативность, возможность не стоять в очередях, возможность минимизировать лишние контакты, возможность быстрого, удобного и комфортного получения необходимой консультации информации. Безусловно, это ключевое преимущество, которое существует у цифровой медицины по мнению населения. Это расширение возможностей медицины. Что мы туда вкладываем? Что именно люди говорили в этом аспекте? Это, безусловно, доступность врачей определенных специализаций либо высокой квалификации для тех населенных пунктов, для тех субъектов, где, собственно говоря, другая возможность коммуникации с этими специалистами невозможна. Это повышение качества услуг, соответственно, открытость, доступность, то, о чем говорил Сергей Павлович, это безусловно. Но при этом мы наблюдаем и поляризацию мнений. И вы видели с точки зрения одобрения, да, проценты очень близко стоят. И с точки зрения драйверов и барьеров вы увидите, что то, что для одних является, по сути, преимуществом, для других является ограничением. Как и вся цифровизация, так и, безусловно, цифровизация здравоохранения, ключевой барьер – это страх за безопасность личных данных. Он сейчас превалирует по всем направлениям. Ну а когда мы говорим о медицинской тайне, он, безусловно, является ключевым, самым важным барьером и препятствием. Соответственно, что еще является проблемной зоной? До сих пор я говорила о некой поляризации. То есть для кого-то ключевое преимущество – отсутствие личного, возможность отсутствия личного контакта. Так для 30% тех, кто выступает, скажем так, в настороженной позиции, негативно настроенной по отношению к цифровизации медицины, обозначается важность и необходимость личного контакта и опыта врача. Интересный, на мой взгляд, в топ проблем и барьеров вышел вопрос и страх респондентов, связанных с так называемой примитивизацией сферы здравоохранения. Они переживают, что при, скажем так, внедрении искусственного интеллекта и прочее, самоквалификация врачей может быть утеряна, скажем так, ввиду того, что многие операции будут производиться искусственным интеллектом, то менее квалифицированные специалисты будут консультировать людей. Это, безусловно, тот страх и риск, который необходимо учитывать именно в информационной кампании, в просвещении, в разъяснении вопросов цифровизации. И, безусловно, одним из таких важных, скажем, проблемных зон и барьеров являются технические ограничения, то есть отсутствие возможности. Это была одна из двух ключевых историй, ключевых аргументаций, которые люди высказывали, когда говорили о неприятии цифровизации, отсутствии технических средств, а также цифровая грамотность. На текущий момент, в принципе, когда мы проводим исследования по цифровизации, наши граждане достаточно критично оценивают свой уровень цифровой грамотности. Если я не ошибаюсь, то только четверть выставляет себе оценку удовлетворительно по шкале, и, соответственно, ключевая масса населения говорят о том, что им не хватает навыков, они боятся совершить какую-то ошибку, они переживают, что сервис цифровой будет слишком сложен для их восприятия. Коллеги, я постаралась не повторять то, что уже было сказано, и просто дополнить некими аспектами свежего исследования те моменты, которые были озвучены. Буду рада ответить на вопросы, если они есть. Елена Андреевна, спасибо за ваш доклад, и спасибо, что смогли к нам присоединиться, пусть и в онлайн-режиме, мы понимаем, что сейчас особые условия, в которых мы все с вами живем. К сожалению, у нас время секции подошло к концу, но хотелось бы подвести некий итог и попросить всех докладчиков, кто сегодня выступал, поделиться своим мнением, каким-то небольшим резюме буквально на полминуты ко всей нашей дискуссии, какие, возможно, ключевые тренды в этой области, в нашей теме на стыке медицины, цифровизации и социологии. Вы видите тренды, которые вы видите, и, возможно, какие-то технологии, решения, которые, с вашей точки зрения, являются наиболее перспективными. И, Сергей Павлович, вам первое слово. Спасибо большое. Мне кажется, очень системно Алексей Игоревич расставил акценты. Я теперь знаю, что вы Игоревич, кстати говоря. Я теперь знаю. Да. И действительно, надо признать, что здравоохранение, так или иначе, это, конечно, профессионализм, конечно, это ремесло, но решающую роль играют деньги. И то, за что мы платим, то мы и получаем. И в этом смысле любые новые инструменты, вот по оценке один из отчетов компании McKinsey говорил, что экономия в системе здравоохранения составит 10-11% в результате цифровизации. Поэтому, с одной стороны, цифровизация – это модно. Мне, например, как молодому родителю, это позволяет лишний раз не вести ребенка к врачу элементарно, да, и в большей степени отдаваться своей деятельности, своей работе. С другой стороны, есть мнение о том, что цифровизация – это услуги для бедных, потому что обеспеченный человек пойдет лично, у него есть время, он пойдет лично к врачу, он будет заниматься лично с преподавателем. Это индивидуальное наставничество, возможно, даст больше эффекта. Как всегда, диалектика, наверное, права, потому что и то, и другое правда, это единственная борьба противоположностей, и, наверное, и то, и другое хорошо. А вот если мы действительно… Но в начале экономики стоят управленческие решения. И вот в отношении телемедицинских процессов и сервисов принципиальное решение управленческое принимается сначала, что, например, какую-то функцию передать от одного типа медорганизации к другому. И за этим должны действительно устремиться финансовые потоки, но уже как обеспечение. Поэтому мне кажется, что первично в цифровизации это, конечно, видение руководителей, видение лидеров. Если лидер реально хочет поменять процессы, не просто включить какие-то новые цифровые игрушечки, а что-то хочет поменять, то первично управленческое решение, и первый период времени оно может быть инвестиционно затратным, но оно потом начинает себя отдавать. То есть спрашивать с самого начала, какая возникла экономическая эффективность, бессмысленно. Она возникает позже, она возникает за счет изменения, в том числе и специальностей, и профессий. Поэтому я думаю, что платить за телемедицинские услуги, конечно, необходимо. Платить просто за цифровизацию нет смысла, надо платить за какие-то новые формы медицинской помощи с использованием цифровизации. Мне очень интересны исследования, да, Александр, и коллег из «Ранхикс» и «Яндекс», и мне кажется, что сейчас я вижу в этом много экспертности, то есть надо подобрать конкретные какие-то ключевые слова, запросы, которые следовать. Ну, конечно, очень хочется найти какой-то диагностический инструмент, который в принципе позволяет понять, что вот сейчас пошел, есть какие-то термины, что пошла какая-то волна роста, а вот с чем она связана, да, там дальше разберемся, то есть как индикатор возникновения каких-то напряженностей. И в презентации очень интересно тоже… Оксана, по-моему, да? Елена Андреевна. Да, извините, пожалуйста, Елена. Тоже очень интересно прозвучала готовность людей, восприятие, страх, потери, качество возможной специальности. Но хочется напомнить простую формулу, да, элементарную. Кто-то когда-то говорил сначала, что звуковое кино убьет кинематограф, потом кто-то говорил, что цифровой телевизор, да, убьет вообще тоже качество всего, чего можно. Просто что-то уходит в подкорку, да, просто что-то уходит в рутину, о каких-то вещах надо думать меньше. Увеличиваются границы того, что мы можем увидеть. И мне кажется, все равно, конечно, это развитие. А уже вот где вот это нащупать грань между тем, что можно и что нельзя, ну это вот предмет, в том числе нашей сегодняшней встречи. Спасибо большое за ваше мнение. И Алексей Игоревич. Да, спасибо большое. Ну для меня, наверное, главный вывод, и то, что действительно поменялось всего за несколько лет, практически нет дискуссии о том, нужен прогресс, нужно проникновение технологии в здравоохранение или не нужно, нужна цифровизация или не нужно. Есть какие-то сомнения, есть, наверное, спорные моменты, как это будет происходить. Но глобально это становится какой-то безальтернативным будущим. И скорее не революцией, а эволюцией. И, наверное, будут новые риски, наверное, будут новые какие-то вызовы, как это модно говорить в менеджменте. Но все идет в одну сторону, к повышению клинической, экономической эффективности. И оно будет идти еще быстрее. Я очень хорошо помню, как всего лишь два года назад или три года назад на мероприятии Сергея Павловича Морозова проходила дилемма, дискуссия о том, вот вы готовы довериться искусственному интеллекту в плане диагностики. А сейчас уже, мне кажется, даже вот такая постановка вопроса, она уже у многих... Что значит довериться? То есть это инструментарий, который в современном мире есть у врача. А если его нет, то почему его нет? Поэтому, мне кажется, главный вывод, что мы перешли из вот этого хайпа, мы перешли в качественное обсуждение, а как достигать каких-то новых высот в клинической эффективности и в экономике. И это, наверное, самое главное. Спасибо за ваше мнение. И Дарья Александровна. Мне как антропологу, конечно, интереснее всего люди, но в конце концов вся наша общая работа и антропологов, и медицинских специалистов кончается на человеке, на его здоровье. И в этом плане мне показалось очень важным как-то подсветить то, что Алексей Игоревич сказал о четвертом П. Медицины современной, о партиципаторности, о вовлеченности человека в процесс здравоохранения. Мне показалось очень важным, что все докладчики так или иначе затрагивали вопросы, связанные с реакцией разнообразных стейкхолдеров на введение новых технологий. Под стейкхолдерами я здесь подразумеваю и управленческие системы, и медицинских специалистов, и пациентов. И не забудем еще про самый важный, наверное, здесь ключевой аспект. Это, собственно, технические специалисты, которые эти системы разрабатывают, которые тоже являются видом ключевыми стейкхолдерами этого процесса. Для того, чтобы сделать что-то хорошее для всех наших стейкхолдеров, конечно, имеет смысл спросить их о том, а как они видят благо для себя, как благополучатели, какие они барьеры видят перед собой, с какими страхами они сталкиваются, разрабатывать политики таким образом, для того, чтобы максимально бесшовно эти новые технологии интегрировать в опыт современного здравоохранения. Спасибо большое. И, Елена Андреевна, подведете тоже небольшое резюме по дискуссии. Я счастливый обладатель последнего слова. И, как социологи говорят, нет ничего хуже сказать. Я согласен со всеми высказывающимися предварительно, но, тем не менее, да. И действительно важен вот этот вот, еще раз обращу внимание, что важен именно вот этот баланс между развитием и прогрессом, и готовностью к нему, соответственно, людей. Потому что действительно все это делается для людей, и история информирования, подготовки, возможно, превентивно, и где это возможно, это ключевой момент. Именно найти, простроить конструктивный диалог между обществом и цифровизацией, да, грамотно подготовить, превентивно проинформировать, возможно, чтобы не рождались фейки в том числе, или правильно откоммуницировать, чтобы они, собственно говоря, не распространялись дальше. Мне кажется, это один из ключевых, ключевой задачи в развитии всех сфер, без исключения, и здравоохранения, мне кажется, в первую очередь. Спасибо большое. Уважаемые докладчики, мы благодарим каждого из вас за то, что вы подготовили такие содержательные и крайне актуальные сегодня доклады, и поделились, самое главное, этими знаниями, результатами со всеми, кто нас сегодня смотрел, слушал, будут смотреть в записи, и ваши выводы, технологии наверняка найдут более широкое применение и будут полезны. На этом мы завершаем нашу секцию и благодарим всех, кто смотрел нас онлайн, все, кто будет смотреть нас в записи. Увидимся на следующем форуме «Социология здоровья». Всего доброго, до свидания.